Славлю я мой край красивый, славлю край приволжский милый, славлю песни птичьих стай, славлю мой чувашский край. Продолжение следует... Нижним Новгородом процветает. Сюда едут купцы со всего Поволжья, торгуют лесом, хлебом, рыбой. По своему богатству сундырь превосходит даже Чебоксары, статус села ему явно мал. Тогда местные купцы составили опрошение царскому правительству. Именовать город или посад Мариинским в честь имени императорского величества государыне императрицы Марии Александровны. Письмо подписали более двух тысяч сундырцев и Александр Второй с супругой отказать не смогли. Даю свое согласие, чтобы отныне сундырь носил статус города и звался бы именем моим Мариинский, увенчанной милостью короны российской. Да здравствует благословенный город Мариинский и посад! Императрица Мария Александровна подарила городу имя, а Екатерина Великая – легенду. Мы с вами находимся на одном из семи чудес Чувашии на Государевой горе. Называется она так не случайно. Дело в том, что в 1767 году матушка Государиня, она же Екатерина Великая, путешествовала по Волге, останавливалась в Чебоксарах. И далее ее путь пролегал в сторону Симбирска и проходила непосредственно через наше село Сундырь. Когда она проплывала здесь, местные жители узнали, что это плывет матушка Государиня. Высыпали на этот правый крутой волжский берег в своих белоснежных одеждах. Как гласит легенда, когда Екатерина прогуливалась по палубе, она спросила у своих вельмож, что это за большие белые птицы так машут крыльями на берегу. Вельможи ей ответили, государиня-матушка, это не птица, это местные жители так приветствуют вас. Екатерина настолько была тронута тем, с какой любовью ее встречают селяне наши, приказала своим галерам остановиться и вышла на этот крутой правый волжский берег и поднялась собственными ножками по этой крутой горе. Здесь императрица накрыли стол и, по легенде, она потеряла свою золотую ложечку. Ищут ее до сих пор, а место с тех пор зовется Государевой горой. Именно она изображена на гербе Мариинского посада. Его и еще многие другие гербы районов и городов Чувашия разработали местный геральдист Вадим Шипунов с супругой. Первый герб в Чувашии, который получил федеральное признание, герб Мариинского посада. Но чем он, допустим, отличается? Наш герб с девизом. Девиз у нас, значит, не обижено жить. Каждый поймет для себя по-своему. Но я так понимаю, что это вот направление наше, что ли, так, как мы должны жить в мире. И, по сути, когда человек счастлив, когда он стремится вперед, когда живет с верой, тогда у него все получается. Объектов, которые могли оказаться на гербе, вместо Государевой горы множество. Мариинский посад и его окрестности – Большой живой музей. Это дорога вдоль крутого склона берега Волги под названием Пугачевский взвоз. Памятник непростым временам. Это место историческое. Именно здесь, и это установлено, действительно, это было так. Летом 1774 года, в ночь с 16 на 17 июля, разбитые под Казанью остатки войска Емельяна Пугачева переправлялись на наш крутой правый берег. Именно по этой дороге они поднялись наверх и остановились на отдых и ночлег близ деревни Нерядова. Те интересные вещи, свидетели той эпохи, которые были найдены по тем местам, по которым прошли войска Емельяна Пугачева, можно увидеть в нашем краеведческом музее. Вот они – сабли, ручные пушки, ядра. Это часть экспозиции историка Краеведческого музея купеческого мещанского крестьянского быта. Большую часть экспонатов можно не только потрогать руками, но и попробовать в действии, как, например, журнала. Это налоговые бирки. А вот на что же похожа одна налоговая бирка? Как вы думаете? На ключ. Кто-то говорит, что это пистолет. Возможно, и под дулом пистолета собирались налоги. Кто-то говорит, что это палец. И такое возможно. Староста приходил и пальцем указывал, что именно он должен заплатить налог. Ну а мы, музейные работники, придержимся другой версии. Налоговые бирки, похожие на нос. Отсюда пошла поговорка «заруби себе на носу». Есть у нас нос, а также есть зарубки. Здесь отмечали номер дома. После залов крестьянского и мещанского быта гости попадают в залы купеческие. Само здание музея – это особняк 1880 года постройки. Здесь жил богатый купец Петр Кротков с семьей. Наверное, как и во всех домах, так и в нашем купеческом особняке сохранился дух купца Петра Ефимовича Кроткова. Когда наступает музейная тишина, и двери наши закрыты, мы слышим, как двери со скрипом будто бы открываются. А с подвального помещения мы слышим стук топора и также шаги. Ну, думаем, что хозяин этого дома приехал и проверяет свои владения. К музею не зарастает туристическая тропа к ЗАГСу Мариинского посада. Памятнику архитектуры XIX века – тропа молодоженов. Сюда на бракосочетание приезжают из других городов. Артур и Екатерина, Чебоксарце. Красиво здесь, Волга. И спокойно. Есть где походкаться. Красивое место на Винский посад. Это сейчас. Большинство пар регистрируют брак только в ЗАГСах. А всего три поколения назад семья рождалась в церкви. Покровская церковь в одноименном селе Марпасадского района названа в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. С этого праздника на Руси традиционно начинались свадьбы. Может и совпадение, но село на всю округу славилось женихами. Все невесты хотели вот нашу деревню замуж выйти. Хоть слепой был бы, но замуж хотим Покровская. Покровскую церковь построили в 1908 году на средства прихожан. В советские времена она сильно пострадала и сейчас на реконструкции. Первым делом восстановили уникальную роспись стены сводов. Говорят, в начале 20 века над ней работали итальянские мастера. Всего на несколько лет моложе Покровской церкви церковь святого архангела Михаила в селе Тагаева. В прошлом году прихожане отмечали столетие храма. В отличие от своей соседки, церковь не может похвастаться росписью, на то есть причины. Так как в то время началась Первая мировая война, людям было уже не до храма. Людей, видимо, забирали на войну. Это было время такое тяжелое. И видно, что те, которые занимались обустройством, благолепием храма, они не успели. И храм до сего дня остается нерасписанным. То, что сделано, это было сделано непрофессионально. Зато сохранился иконостас 19 века в академическом стиле. А еще церковь никогда не закрывалась. Службы шли даже во время Великой Отечественной, когда священника забрали на фронт. В советские времена, когда повсюду храмы разбирали и переоборудовали, например, в склады, прихожане просто не дали сломать колокольню. Что ж, говорят, деревня живет, пока в ней стоит храм, а город, район, пока работают предприятия. Марпосад кабель является градообразующим производством для Мариинского посада. Его начали строить в 1984 году на базе Марпосадского кабельного завода по программе развития малых городов и занятости населения. Сейчас здесь осуществляют крупный инвестиционный проект. Скоро на предприятии начнется производство новых видов кабелей с безопасным термостойким покрытием. Это увеличит мощность завода в 4-5 раз и даст району 90 новых рабочих мест. История нашего завода насчитывает более 25 лет. Но, несмотря на это, завод оснащен самым современным оборудованием и позволяет производить практически все существующие марки кабеля. Основу трудового коллектива предприятия составляют жители Марпосада и Марпосадского района. Это трудолюбивые, квалифицированные работники, связавшие свою жизнь с заводом и много делающие для его дальнейшего развития. Большие надежды район возлагает и на Маринско-Посадский маслозавод. Производство обосновалось на базе бывшего спиритзавода. Первые партии уже разошлись по магазинам республики, а вот отсюда, с молочно-товарной фермы «Смак Агро», по молокозаводам республики расходится молоко. Это одно из нескольких подразделений агрохолдинга, которые расположились на Марпосадской земле. Любимый Маринско-Посадский район за его природу, за его реку Волга, которая рядом протекает, за тех людей, которые в душу вкладывают в сельское хозяйство, в любимый край. Любимый край и любимое дело. Может быть, в этом секрет долголетия жителей деревни Синдюково. Здесь те, кому нет 80-ти, считаются молодыми. Терентию Промоновичу Дверенину до векового юбилея осталось всего два года. В 85 лет ветеран войны увлекся резьбой по дереву. Каждая миниатюра – маленькая история. Вот, например, «Женщины валят лес». Это про то, как жили в деревне после войны. Мужчин с фронта вернулось немного большинство инвалидами. Более популярное местное увлечение – песни и танцы. Участники ансамбля поют так, как пели их дедушки и бабушки. Материал собирают по крупицам. Особая гордость – костюм. Платье, которое я одеваю, это платье старинное. Этому платью больше ста лет. Больше ста лет. Мы собираем наши вот такие домотканные платья по всей округе, по деревне. Еще сохранились в сундуках бабушек и дедушек такие платья. Вот еще один вероятный источник молодости – родник. Ряд специалистов считает, что вода в деревне обладает особыми свойствами. Будь то родник или столетний колодец журавль. Впрочем, научного обоснования этому пока нет. Водали играет роль увлечения или что-то еще, но на морпосадской земле родились многие из тех, кем гордится республика и страна. Сувениры из десятков стран мира, кубки, медали, призы. Все свои самые дорогие во всех смыслах. Награда олимпийская чемпионка Елена Николаева собрала в своем доме в родной деревне Акшики. За 20 лет, что я была в сборной СССР, потом России, конечно, накопилась и решила вот такой уголочек создать. Самые дорогие вот олимпийские медали они – это Атланта. Ну, до этого 92-й год был серебряный медаль с Барселона, золотая с Атланта. Эти тапочки, которые я выявила в чемпионат мира в 2003 году, 20 километров. Ну, естественно, тренируешься, во-первых, бережешь для соревнований, конечно, но вот они до дыр доходят. Один из экспонатов мини-музея – газета. В ней статья о встрече спортсменки Елены Николаевой со знаменитым однофамильцем Андрианом Григорьевичем. Это имя обычно о первом вспоминают, когда речь идет о Мариинско-Пасадском районе, о селе Шоршелы. На родине третьего космонавта создали необычный арт-объект – агропортрет. Видно его только летом и только с высоты птичьего полета. Зато коллекцию музея космонавтики можно рассмотреть вблизи и круглый год. Для нашей республики номеральный комплекс наш Андриан Григорьевич Николаев, он имеет один из таких ведущих ролей по приему туристов, гостей и так далее. На сегодняшний день мы имеем в год 50 тысяч посетителей. В будущем поток туристов увеличится, уверены сотрудники. Дело в том, что комплекс ждет глобальное обновление. Проект уже готов. Здесь появится первый в республике планетария обсерватория с мощным телескопом. Своей второй родиной считал морпосадскую землю композитор Андрей Шпай. Здесь родился заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Рыбкин. Это, конечно, не полный список, и он наверняка будет расти. Район жить и развиваться. Морпосад вошел в программу по развитию моногородов. Это значит, предприятие получит помощь, а жители рабочие места. Это же преимущество отдает высокоскоростная магистраль. Через Мариинский-Посадский район будет проходить высокоскоростная магистраль, которая затронет территории трех поселений. Это Шоршельское, Большошигайское и Приволжское поселения. Соответственно, значит, район считает, что прохождение этого маршрута для нас благотворно скажется в перспективе. Поэтому все три поселения на сегодняшний день, значит, активно занимаются выделом земельных участков для прохождения, прокладки путей вот этой высокоскоростной магистрали. Мариинский-Посад стал обладателем гранта в 5 миллионов рублей на приобретение оборудования для кинозала. Вот так прошлое передает эстафету будущему. Амарпосадская земля продолжает хранить свою самобытность и очарование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова